ДТП Водитель Гранта и женщина-пассажир от полученных травм скончались на месте. По предварительной версии полиции виноват в аварии водитель легковушки. Путь исследований в районе 17-го километра не вырул безопасную скорость движения, не учел дорожно-метрологические условия, из-за чего допустил занос транспортного средства с последующим выездом на встречную полосу. Еще одна авария на этот раз в Кенельском районе. Трасса Самара-Багуруслан. Водитель десятки, двигаясь в сторону Багуруслана, догнал едущую впереди него Деонексия. От удара иномарка вылетела на встречную полосу, где врезалась во внедорожник Тойота. В итоге больше всех пострадал водитель отечественной легковушки. Его госпитализировали с травмами. По предварительной версии водитель автомашины ВАЗ не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего и произошло столкновение. На настоящий момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства дорожной аварии, по результатам которой будет вынесено уже решение. В Самаре расследуют обстоятельства гибели двоих подростков 16 и 17 лет. Их тела обнаружили в жилой комнате одного из детских домов в Кировском районе. По одной из версий следствия, причина смерти молодых людей – употребление наркотиков. По данным силовиков, в прошлом погибшие были неоднократно судимы по статье «Кража». По данному факту, следственными органами Следственного комитета по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности». В рамках возбужденного уголовного дела проводится проверка на предмет наличия в действиях руководства детского дома признаков состава преступления, предусмотренный статьей 293, а именно халатность. 21 пожар в области за выходные. Из них 19 в жилом секторе. Два человека погибли, один травмирован. В советском районе Самары горела квартира. Пламя охватило площадь в 30 квадратных метров. На пульт дежурного вызов поступил в седьмом часу вечера. К месту пожара прибыли 7 единиц основной специальной пожарной техники, 32 человека личного состава. Во время проведения работ по ликвидации пожара обнаружен погибший. Спасен один человек, эвакуировано 8 человек. Пожару был присвоен уровень сложности 1 бис. Пожар локализован в 19 часов 9 минут, ликвидирован в 19 часов 15 минут. Причины гибели человека, возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова